Всем привет, дорогие друзья! Это видео не формат для моего канала, хотелось бы начать с этого, с самого важного. Сегодня я со своим коллегой, или с моим, со своим или с моим, да. С одни, какая разница, это не имеет значения. Всем здравствуйте! Да, будем, значит, реагировать на наши старые видео. Тут просто ситуация такая, да, все вы знаете, что есть слухи, довольно осязаемые слухи, если можно так сказать. Их уже можно трогать. Что? Ютуб заблокирует. Есть даже некоторые инсайды, они, опять же, не стопроцентные в плане того, что Ютуб заблокирует, но они нас заставили сегодня записать это видео, скажем так. Я на Ютубе давно, больше семи лет, у меня 17 миллионов подписчиков, а я не из России, для меня Ютуб не заблокируется. Но, извини, не перебивай. Почему я извинился за тебя? Не знаю, мне приятно, я хочу, чтобы ты сделал так еще раз. Я хочу сказать, что я все равно вещаю на русскоязычную аудиторию, и так или иначе мой канал практически сдохнет, даже не умрет, а просто сдохнет быстро, во мгновение ока. И хотелось бы, конечно, знаете, все равно, если руководствоваться каким-то критическим мышлением, а все равно где-то в глубине души есть вот такая малюсенькая надежда, все равно она умирает в последнюю очередь, что все-таки не заблокирует Ютуб. Но, если все-таки да, то вот хотелось бы с вами поностальгировать немножко. Я такие форматы всегда обхожу стороной, но сегодня я вообще хочу, чтобы... Я не хочу вас нагружать, да, это не про грусть ролик, а мы сегодня попытаемся расслабиться, посмеяться, повспоминать всякие ситуации, словить немножко кринжа. Да, я такие форматы не записываю тупо, потому что, ну, я не знаю, я их обхожу стороной по большей части, потому что мне стыдно за себя, мне стыдно смотреть реакции других людей на мои видео, не за них мне стыдно, опять же, а за себя. И сегодня будет кринж в тройной форме, поэтому, ну, на моем лице, не знаю, вы меня и так наблюдаете давно со стороны, но на моем лице так уж точно будет очень много кринжа сегодня. Коллега, у тебя есть что сказать? Очень важно. Очень важно. Я хочу сказать самое главное. Это мой канал. Спасибо, что дал мне слово. Я тебе дам слово обязательно. Я хочу еще сказать в конце, ребята, у меня есть телеграм, вы его сейчас видите на своем экране, я нихрена не вижу на своем экране сейчас, возможно, выгляжу как сумасшедший. Переходите, там каждый день что-то публикуется, какие-то новости, просто что-то, да. И если я прикрою YouTube, я хочу, чтобы мы все остались в одном месте, где мы, не в целом, да, но мы все имели связь с вами, да, и я мог вам выкладывать где-то ролики, показывать какую-то инфу и все остальное. Также все это есть в описании, ссылочка на мой телеграм, также в описании есть ссылочка на телеграм коллеги, да, подписывайтесь на него. Не, на самом деле, все-таки, да, вот это уже по-другому, пошел нахер. Не, на самом деле я хочу вклиниться и сказать, ребята, очень важная часть, на самом деле, хоть и мой коллега, как он выразился, об этом говорит с юмором, но тем не менее хочется донести твою мысль, что на самом деле это сейчас единственный способ коммуникации, который, возможно, что, наверное, даже наиболее вероятно, будет нам доступен. И не так много есть социальных сетей, где можно было бы так удобно нести коммуникацию какую-то в целом с людьми. Да, ребята, в будущем, если, конечно же, какая-то платформа обретет тот вид нормальный для работы на этой платформе, для вещания на этой платформе, все через наши телеграммы мы все будем вам, всю информацию будем постараться доносить вовремя, и вовремя, скорее всего, перейдем на какую-то платформу и будем нормально там себя чувствовать. Не хочется сейчас, понимаете, просто бегать во все стороны, просить вас подписываться здесь, туда-сюда, ходить и путать вас. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь на Телеграм, это моя основная платформа и будет, если Ютуб заблокирует. Вот все, что я хотел сказать. Это очень важно. А теперь мы, наверное, перейдем к сути, так как я сказал раньше, это реакция на наши старые видео. Все, начнем мы с моего канала, и что, медлить, да? Давай спускаться на дно. О, уборщик. Помнишь, висера Клинап Детейл, мы же с тобой играли, и ты говорил, что ты вот... Да, это сом-видео, это оно вышло, когда эта игра вышла. Давай, показывай. Тест-тест, значит, все в порядке. Я хочу сразу сказать, да, что с того времени я сильно поменялся. Да, я на Ютубе давно, и весь кринж, который вы словите сейчас, вот свежая аудитория, поймите, были тяжелые времена. Не тяжелее, чем сейчас, но тяжело было думать о одному молдаванину, который не очень хорошо знал русский. Да не прибедняйся, ладно. Все, просто... Там бонусы, смешные моменты. Игрушка нам может предложить стартворк. Я просто пытаюсь оправдать себя, как это. Давайте возьмем самую первую, и посмотрим на эту игрушку изнутри. Так, нас зовут Боб, нам 22 года. Ну, чувак, можно было и подучиться. О, господи, что это? Что это за ктулха у меня в руках? Что? Dead inside, просто парень, никаких эмоций. Слушай, может ты был просто уставший в тот день? Нет. Он просто долбоёб в тот день. И в день до этого, и в день после. Это за скрилекс? Возможно, это за этого. What the fuck? Градко мы сейчас не добеду. Шутка про скрилекс, если кто пропустил. Мы можем в общем прыгать, мы умеем. Я не понял её. Ну, типа, этот моб похож на прическу скрилекса. Ну, сейчас бы актуальнее звучало там Маргенштерна, и то это неактуально уже. Потому что нету больше Маргенштерна. Сыгрышки, будто он погиб. Всё в порядке. Вы только посмотрите на его движение. О, да, этот парень отжигает на полную катушку сегодня. О, господи, да что он вытворяет? Никого не щадит. Стыдно тебе должно быть. Тебе стыдно? Где концовка? Если ты как будто смотрел в будущем. Где панч лан? Ребята, если вы смотрите это видео, но у вас есть какие-то другие дела, занимайтесь своими делами, пожалуйста. Ладно, давай другой ролик. Может, просто не самый удачный. Да, я перемотаю куда-то вглубь. Хотя, тут всё про вот это. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Момент. Пить двух роликов одним выстрелом. Ёпт. Я думаю, где-то здесь мы припаркуемся. И... Да ну не-е-е-ет. Вы, сука, издев... Вы, сука, издеваетесь! Сука, я тебя для этого таскал сюда. Как, сука, можно было просрать и контейнер, и ведро? Как, сука? Хей, мил... Ну, слушай, ну нет, дай скажу. Давай-то ты сейчас берёшь... Ребята, я... Издни, я перебью. Я анализирую в каждый момент, исходя из того, как бы я сейчас сделал его, да? И я понимаю, что в конце должна быть какая-то добивка. То есть я бы сейчас тупо не использовал этот фрагмент, потому что он никак не кончается. У него нету кульминации, и он выглядит никак. И он создан на ровном месте. Такие моменты мы сейчас тупо пропускаем, мы на них даже не смотрим. Раньше пилить такие видосы было, я сейчас понимаю, гораздо легче. Сейчас мы всё вот это вот просто мимо ушей пропускаем. Вообще по-другому. И собираем намного дольше, потому что, ну, во-первых, мы все эти моменты прошли, а во-вторых, говно какое-то, просто субъективно. Да опять же, слушай, ну, ты сейчас смотришь на это, для тебя это было тогда... Через призму времени. Конечно, сейчас просто уже зажиточные, мы такие, как бояре, мы уже этих багов, ну, багов ты насмотрелся, а всяких ситуаций комичных и дурацких насмотрелись, и поэтому это уже не вызывает... Но сейчас я бы сто процентов такое бы не стал выкладывать. И я не понимаю, действительно, это было интересно людям? 8 миллионов просмотров! Всё, хуйня какая-то. Следующий момент, да. О, вот это видео я записывал, будучи в Италии. Я скачал игру. Через... Мама в отеле работает, работала, и... И я просто через Wi-Fi скачал вот эту игру за сутки, по-моему. Ух. У меня такой интернет сейчас. Да. У него очень плохой интернет, давайте пособолезнуем 2 секунды, Аркаш. Пошли дальше. Рот еб... А, извини, не успел сказать, что я думаю. Где твои губы, чувак? У нас без губ нельзя. Так, и что дальше? Не их убива... Да, слезь с меня! Фу! Где твоя кожа? Надень её обратно. Ладно, можете курить. Эх, вот это он меня отмудохал, конечно. Я знаю, я смотрел на твои ебало. Я видел, что у тебя была надежда, что сейчас будет, знаешь, какая-то смешная шутка, и ты такой думаешь, ну, что-то... Чем ближе я был к концу, чем ближе я был к концу, тем... Отчёт я понимал и вспоминал, что там ничего не будет. Там просто вот... Ну, я хочу сказать, что... Оставь. За всю свою YouTube-карьеру я параллельно публикации видео и вот всей этой деятельности учил русский. И для меня вот какие-то вот тут обычные слова казались уже шуткой, возможно, для меня. Это странно звучит, я понимаю. И мне казалось, что у вас, ну, например, да, там фраза была, у вас тут плитка съезжает. Мне казалось, это чем-то смешным. А сейчас? Сам как думаешь? Я не знаю. Я бы не определился. Крутяк. Минималистично-качественно. У меня это помню. Ты хочешь всю плитку здесь переложить, сука? А-а-а! Что? В смысле, парень? Да что? Да погоди! Да в смысле? Собирай машину времени, вернись сюда и... Это момент просто сделанный из ничего и ни о чем по итогу. Это пирожок с ничем. Возможно... Кстати, у тебя, возможно, были какие-то проблемы с плиткой тогда, потому что... Да. Это уже второй момент. Где вот этот человек? Возможно, в этот день ты выучил слово «плитка». Да ладно, Вась, блядь, это 15-й год. Чё ты хочешь? 15-й год. Да что? Я тебе такие ролики найду из 15-го года. Нормальные. Не мои, естественно. Ну, чё ты ещё там умеешь? Эй, ушастик, хочешь шариками по шарам шлёпну? Чё вылупну? А-а-а-а! Шариками по шарам! Модел каламбуры, а? Модел? А-а-а-а! Но я не могу, я так. И часто ты работаешь на загадочника? Солныля. Эээ, к чему такие вопросики, Бэтс? Давай-ка лучше я тебе покажу, как писают кошки. Мяу. Почему мне так плохо? Это как удар в лицо каждый раз. Давай повысим градус. Давай мы по хронологии времени как-то попытаемся подняться ближе к текущему времени. Да, дозу кринжа ты уже, в принципе, внутривенно себе получил. Выше, выше, значит. Слушай, я хочу твой Skyrim посмотреть. Давай Skyrim какой-нибудь первый, а? Я тут новичок, так что на первый раз прощаю. Но лучше не зли меня. Ты, хули, такой злой. Ты хера свободного времени, что ли? Я чувствую, что ему пизда будет. Собака, паст нахер, сделай ему чайный пакетик. Славный пёсик. Мне кажется, когда он срёт, вся деревня в камне. Ну. Ну это забавный был панч в то время. Ну ладно, ну в любом случае. Ну как мне тебя поддержать? Что мне? Мне что надо сделать? Да я надо меня поддерживать. Ну хайзи. Уничтожай меня. Мне больше здесь не нравится подача. Да, я так и понимал. Ну потому что она изменилась, естественно. Ну это нормально, это же типа работа на собой. Какое красивое звёздное небо, пацаны. Ладно. В трусах прохладно. О, речка. Я хотел это проигнорировать. Зачем ты не дал мне такую возможность? Я не смог. Я не смог. О, и тут речка. Истеричка. Заебись. Короче, давай сюда всё, что у тебя есть ценного. А то выпотрошу, как рыбку. Короче говоря, я избил женщину. Она смешно. Когда человек подходит с оружием на готове, не мудрено занервничать. Да, в принципе понятно. Я понял. А чё делать, когда оружие без человека подходит? Что это за штуки шайтана? Чё, не нервничать, блядь? Что это такое? Что это за херня? Вы кто? Ситуация забавная. Ну, прикольно, да. Но подача опять хромает вообще. Да мне неплохо. Мне не нравится. Да неплохо. Да неплохо. Так, так, так. Заткнись. Это что тут у нас? Заткнись. Заткнись. Заткнись, что ты уже молчал в данном моменте, да? Я за них опоздал. Просто нужен был повод. Я смотрю на вот эти видео, и это как будто так недавно было. Пять лет назад! Какие пять лет? Вы что? Пять лет. Пять лет. Это как будто так недавно было. Ладно, бомжи. О, тут, знаешь, уже какой-то я уже более такой... Какой такой привычный. Вот, привычный, да, более сегодняшний. Тут полететь надо. Ты Артём? Допустим. Тебя тут ищет один человек. Вот там, в проулке. Где? Если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу. Ах ты хитрый мелкий засранец. Ах ты хитрый мелкий засранец. Переигрываю немножко. А если я вас на руки возьму, вы мне скидку сделаете? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Обожаю такие приколы. Если бы я мог их делать каждый день, то я бы их делал. Аргений, были люди, которые думали что-то действительно... Я хотел сказать. То Индра, над которым я работал больше полугода. Я видел яхтю, как это баба смотрела. Вы не представляете... Как мы сейчас. Да, вы не представляете, как я усыкался, когда это монтировал. Я даунгрейдил интро. Я выставлял все самое хуёво, все самое ёбищное. Текстурки, все. Вырезал практически все. И музыка такая, да? Я просто сидел тут сам, и мне было так смешно. Я уже в предвкушении был того, как вы это оцениваете. О, давай мы, может, посмотрим наше ранее, даже первое. Вот, я нашёл первое видео, где мы с тобой вместе играем. Как думаешь? Я хочу. Первый Дайнд Лайнд. Это первое, это первое, да. Я ещё долго думал, стоит в таком формате видео выпускать или не стоит. Я же обычно такой парень соло. Блин. А тут как бы вместе. Слушай, заранее вообще, я вспоминаю, какие я ролики делал, когда мы играли вместе тогда. И вот для меня Ютуб тогда был ещё не такой... Серьёзным хобби или... Ну, это... Я уже тогда занимался им прилично, но не так, что очень много. И я просто помню юмор, который я выдавал. Я не могу сказать, что я сейчас перепишу. Ой, уже Аркаша начал оправдываться всё. Машина. Глупо. Здесь Игорь. Игорь. Да, я так познакомил тебя с ним, по-моему, тоже. Здесь есть Игорь. Для тех, кто не в курсе, Игоря сейчас нет. Не в том плане. Он жив. С ним, надеюсь, всё нормально. Он не на Ютубе ничего. Нормально с ним всегда. Да, он просто оборвал связи, он поменял вид деятельности и вообще не общается. Ни с кем из круга нашего. Где новый навык? Что надо сделать? Сейчас. Вот я сейчас открою дверь. Не открывай. Не открывай. Открой дверь этой машины, а ты садись в болото. Я в болотососни. Ладно. Давай-давай. Скажи, когда ты сядешь, я оперативно нажму на дверь. Я даже не подумал, что подвох какой-то есть. Я вот хотел спросить, ты что в смысле? Не подумал даже. Я не играл в Dying Light. Я не знал, что именно это. Я думал, что он выбежит или придёт, нужно будет встретиться. У меня были мысли разные. Я помню сейчас. Хорошо. Я тогда помню, не было мысли, что я сдохнул сразу в этом болоте. Я помню, что я только в него наступил и... Собственно, там заспойли, и всё получается. Сидишь? Смотришь, открывай. Сиди. Ты такое говно. Что? Что мне нравится в этом моменте то, что я поворачиваюсь, и ты лежишь, как Иисус Хаистас. Да, просто такой реально эпично так лежу. Варюсь. И главное, умер беззвучно, знаете, просто... Абсолютно. Никакой реакции. Он просто лежит и молчит. У меня камера вырубилась. Охуенно. Ребят, тут у нас произошел еще один форс-мажор. У Аркаши, значит, лег интернет. Вчера. Это уже следующий день. И мы вот записываем продолжение. И за это время, кстати, появились новые новости, новые намеки на то, очень жирные намеки, что мы действительно на пороге того, что YouTube заблокирует. Поэтому не забывайте про наши телеграммы, ссылки в описании. Это действительно очень важно. Это то место, где в скором времени при самом плохом исходе будет нашим домом. Хотел добавить, что про YouTube это уже даже не просто намеки, это, скорее всего, уже инфа 99%. Я прям уже не рассчитываю на благоприятный исход. Хочется, чтобы люди тоже понимали, что на самом деле все серьезно. Так что все серьезно, давайте улыбаться. Давайте смеяться. Ломайся и машем YouTube. Это Геральт, нет. Это тот самый мем, который очень уместно сейчас ляжет. Ну, а что еще делать? Ну, нужно же как-то находить позитив в это тяжелое время. Давайте смотреть кринж. Я согласен, потому что я всего на четвертом этаже живу. Подожди, подожди. Не-не-не, там слышишь, не так сильно вверх. Ты хочешь кринжевать или самокринжеваться? Давай посмотрим, что там, как тебе будет больно. Один день из жизни пирата. Помнишь? Один день из жизни пирата. Ну, давай. Теперь слевой бегом, слевой. Падают люди мертвые, сука, что происходит, блядь. Какие дети просто. Я, блядь, ты только что проник мне в голову, это была моя реплика. Когда в голову, когда в задницу, когда как. Пошел ты нахуй. Там момент был, меня очень много потом писали мне в комментариях, бочка со шлаком. Это на мою днюху мы записывали, мне тогда исполнялось 20 лет. 25 лет. 25 лет. Что нет? Тот момент я записал, когда мы не общались. Нет, это здесь. Тот момент я записал, когда мы не общались. Тот момент... Давай поспорим с тобой, давай поспорим. На что спорим? Стой. Давай поспорим. На что спорим? Я не знаю. Не, смотри, мы играли, но я его использовал потом, когда мы не общались уже. Шутка про бочку со шлаком была здесь. Её исток. Ну да, я вижу уже, что я проебался. Включи, я хочу посмотреть. Полетели сопли зелёные. У меня боеприпасы кончились. Слышь, что? У меня боеприпасы у меня говнёга. Уже этот день я никак не могла избавиться от него. К чему это переигрывание? У тебя поэтому был такой рот. Ну, отчасти. Я не могу сказать, что... Я, конечно, тоже краб. Я краб. Прикладывал разных усилий. Разного рода усилий, чтобы казаться долбоёбом. Собственно, поэтому я был таким. Брат, тебе не нужно стараться. Я уже понял. Поэтому я отошёл от этого. Они их нету. Подойди-ка сюда, Даш. Я тут одну странную херню нашёл. Иди покажу. А где? Давай быстрее. Я... Я, походу, нашёл канал Джохана. Путуп-петуп. Ну, просто... Просто помню. Просто помню. Просто все помнят. Мы же ностальгируем. Мы же смотрим. Мы же смотрим. Да. Где уловить этот мид ностальгии. Чтобы вы понимали, было бы неловко смотреть этот момент и эту шутку услышать, если бы я так же не считал сейчас. Но ничего не поменялось с тех времён. Так что мне абсолютно не стыдно. Я от своих слов не отказываюсь. Ты моё ебало видел сейчас. Я пытался понять. Я пытался понять. Чем? Я поэтому засмелся. Я представил твоё лицо. Я сидел. Я сначала не мог понять, к чему идёт твоя мысль. Я пытался переварить информацию. Потом понял, что это очередное ёбаное оскорбление. Но на оскорбление у нас принято говорить. Это дружеская шутка. Ты должен был либо сказать «да, да, брат». Я так же считаю, да? Приняв это за чистую монету. Либо отшутиться в ответ. Я хотел давить на жалость. Я хотел бы, чтобы ты запустил те ролики, в которых у тебя что-то запомнилось. Вот прям вот запомнилось. Понимаешь? Вот что-то вот... Я их не найду. Я же тупица. Я не могу вспомнить, что мне запомнилось. Извини. Сгинь! Что там у нас? Отлично, брата. Спасибо. Подъехал поближе, чтобы взорваться рядом со мной. Охуенно. Я ещё и загорелся. Сука, как я живой до сих пор. Нравятся моменты, которые насыщены событиями, и всё вот так складывается, что по итогу это что-то... Всё можно показать. Рандом на рандопе. Вот обожаю такие моменты. О! Кружка. Здесь какая-то кружка. Чё это кружка? Здесь кружка. Какого... Да все поняли, что там кружка, ёб твою мать! Ёбать, ты взорвался, пиздец. Хорошо, что я не очень громко тебя сделал. Какая наглая кружка. Теперь этот момент, мне кажется, ещё дольше, знаешь, до этого не было такого. Наглая кружка. Осколков, посмотри, блядь, сколько. Ты видел это? Да. Так я бьюсь о кружке. Осколков на целую кастрюлю. Посмотри, верни назад. Да хуй с ним. Рад, что это закончилось. Прикинь, что мои зрители так же смотрят это видео. Смотрят, думают. Да ну нахуй. Только ради тебя досмотрел. Брат, так-то хуйня абсолютно. Не-не-не-не, вы, конечно, извините, но давайте без меня. Да, так же хотел бы я сейчас сказать. И закрыть видео. Ай, блядь, Минк. Да как? Я не могу. Да я попал по голове, что за бред конченый? Как мне через ту наху ели с этим лангом? Ты буди свою ебала, конченый, не мытый ты, блядь, дебила, кусок. Ты понимаешь, что ты обезьяна? Ты понимаешь, что ты обезьяна? Вот такой уровень дружбы у нас. Я так чётко это. Ты понимаешь, что ты обезьяна? Я помню эту драку под мостом, боже. Да, драка за шляпой. Это знаменитая драка под шляпой. Да, хотя бы не сдох, это хорошо. Шляпа моя. Шляпу взять. Шляпу хочу взять. Шляпу взять хочу. Я хочу шляпу взять. Я хочу шляпу. Дай мне шляпу взять. Дай мне, блядь, взять шляпу, блюда. Блядь, блядь, сраный. Что мы делаем? Что за народа, блядь? Что мы делаем? Я везде с джеки. Шляпу посыпались. О, блядь, какого сука шляп, блядь. Что мы делаем? А с тебя шляпу сыпались, монстопом, да? Что за бред? Блика, битва под мостом. Ебать, так долго? Да. В этом весь прикол. Эта битва может продолжаться вечно. Ладно, ударь меня один раз. Сейчас. Блядь. Мне ты винтовку полчаса доставал, блядь. И шляпу так и не взял. Что за пылесос привели сюда? Обращайтесь ко мне, окей, тостер. Окей, тостер? Да. Курмазер. А вы жарите хлеб? Я жарю твою маму. Мне требуется подзарядка. Шутка про маму. Идет подзарядка. Ням-ням-ням-ням-ням. Какие вкусные фотоны. Ням-ням-ням. Это был я. Я предсказываю будущее. Я там отвезти, блядь. Вау, это камин-аут? А, не меня. Ничего себе ты время подобрал. Я предсказываю будущее. Братишка, я посижу на машине. Ха. Ну-ка, погадай-ка мне робот. Ммм, без проблем. Сканирую, сканирую. Ты получишь поебалу. Я думал, почему-то это смешнее. Ты помнишь, что ты порыл момент, брат? Ропай всем по... Где мы на этих джетпаках? Это не тот момент, все в порядке. Пойдем поговорим, тостеры. Тостеры, пойдемте поговорим. Сканирую индивидуума в пиджаке. Я помню, что ты нашел. Авторитет не найден. Пошел нахуй. Помогите. Прокладывай маршрут. Хебаться к хуям. Маршрут построен. Садись, жопа ты, Жигулевская. Быстрее. Колбоеб детектед. Что? Отмена. У нас посторонний в салоне. Я постараюсь. Может, нам что-то подобное еще записать? Ну и, по сути, мы уже приблизились к актуальным роликам. Я вспомнил. Я увидел превью и вспомнил. Ты помнишь, как мы бабу в VR клеили в баре? Да. Вот этот ролик. Смотри, ниже. Ниже. Афазмофобия наша! Господи! Давай первую посмотрим. Это, по-моему, первая. Давай. Да, это первая. Мы еще обязательно в нее зайдем. Да, мы фазмофобию еще поиграем. У нас были планы по VR. Они никуда не делятся, в принципе. Да, просто они отложились на неопределенный срок. Сейчас непонятно, когда мы запишем VR, но у нас VR до сих пор в планах. Рядом несы. Это считается, что вы поиграли в эту игру? Нет. Закрой дверь за собой. Заходи. Не бездумай уходить. Боже, я хочу сказать, то, как ты боишься в VR, это определенный вид удовольствия. Вообще отличный от всего остального. Это что-то... Я не могу. Я до сих пор не научился не бояться. Смотри, недавно у меня был товарищ, и он попросил меня записать ему VR. Ну, то есть, он играл в фазмофобию, а я сидел просто здесь же, где я сижу, и вот точно так же пялился в монитор. И мне было страшно. Я не знаю, типа, я просто смотрел, я не играл. Фазмофобия вызывает какие-то очень неприятные спазмы. Очень приятные. Иди дальше. Тоже будет страшно. Хорошо, тут диван. Мне, ну дай мне свой фонарик. Раз я иду вперед, дай мне нормальный фонарик. Пошел. О, вообще другой ролер. Поехали. Вперед, я смело пойду вперед. Да ты рядом, да заходи, дядя, мельтеши уже. Давай быстрее начнем, быстрее закончим. Свет не работает, все. Жопа. Я тебе что сказал? Не ходить сюда. Пошли отсюда. Что за коридоры узкие? Кто здесь жить может? Тихо, 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 не дергайся так быстро, мне страшно из этого становится. Ой, блядь, да не, 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 не. Слушай, ну а сейчас навряд ли ты испугаешься такого приема. Я не знаю, я не знаю, из-за VR я не могу утверждать на 100%. Но мне кажется, что не испугаюсь на самом деле. Это ты? Аркаш? Я тут, я к тебе бегу, бегу, блядь. Ты меня оставил там, блядь. А что ты там делал? Боялся. Ты можешь здесь бояться. Рядом со мной. Ба! О, блядь! Где фонарь? Мы как два придурка, знаешь, в молодежном ужастике. В таком, в плане, где молодежь умирает. Я не верю. Уже не смешно. Тихо, я слышу. Тихо. Тихо. Мне вот первый раз, когда меня приобнали сзади, мне было вообще не смешно. Ну и все, мы добрались до актуальных видео. В принципе, вот как-то так мы не все посмотрели, естественно, роликов у меня так-то прилично за это время насобиралось. Я не знаю, сейчас мы уже перейдем к каналу Аркаши, будем смотреть его какие-то старые видео. Итак, значит, сейчас у нас Аркаша демонстрирует экран, мы просто наблюдаем и издеваемся. Кринжуете, да. Я хочу сказать, что я хочу ролики те, которые мне запомнились. Слушайте, один из них, это вот этот. Мормок в сквадке. Ооо, это Форест. Что сделал? Со мной пришел новичок, поздоровался и кинул себя в кратер. Сука, что тут происходит? Нормально, выговаривать. Слава, мой же, Сейдет. Что? А, уходи. Мы сейчас, несмотря на то, что тоже бывают моменты, где нам смешно, я на монтаже заметил, что стоит все-таки пытаться проговаривать четко слова, потому что непонятно, когда ты начинаешь ржать, что ты говоришь, что ты хочешь сказать. У меня была проблема, я даже не пытался что-то говорить, мне было просто смешно. У меня не было мысли, что важно как-то поучаствовать. Чувак, хочешь поностальгировать? А помнишь, как мы в Форесте тупо сидели пару часов с тобой и общались? И пиздели, да. О бытовухе, когда мы просто вот познакомились, и это та игра, которая у меня ассоциируется с знакомством с тобой, потому что мы сидели тупо там, у нас была постройка, дом, ну как в Форесте бывает. Мы шепотом говорили. И да, да, мы как-то это вспоминали уже, и мы сидели просто и говорили о всем. Аркаша рассказывал про свои проблемы, он тогда был в тяжелом периоде расставания со своей бывшей, и нормально так проводили время, была поздняя ночь, блин, так прикольно вот это все вспоминать на самом деле. Это был 17-й год еще. Офигеть. Сама мысль того, что 17-й год был от нас... Мне становится грустно от той мысли, что я столько лет тебя знаю. На этом пойдем, на этом, на этом пойдем дальше, знаешь, с Каменным ебалом. Поехали. А плод можно спилить? Нельзя. Ай, я могу разрушаемость включить. Я могу... Еще плывай, подожди. Блять, мне тяжело себя слушать. Я, я хочу, я, я там мало говорю, но если я вкидываю реплики, это либо конченые истошные звуки, ебаные умирающие лошади. А всем не нравится свой голос на записи. Я не нравлюсь тебе целиком. Это нормально, ты мне тоже не нравишься целиком. Да иди ты нахуй, просто ты заебал. Что теперь, блять, взяться за руки и пойти нахуй нам вдвоем. Еще плод. Это две площадки. Да нормально все. Нет. Это было давно. Пацаны, стойте, стойте. Это было давно. Стойте, стойте, стойте. Слушай, хорошо, если ты вот столько внимания акцентируешь на этом, хочу сказать, что раз тебе кажется, что ты в прошлом делал хуйню, и ты был конченым. Значит, я спрогрессировал. Да, значит, есть прогресс. Значит, это хорошо. Мне не нравится, когда я смотрю какие-то старые ролики, такой, блин, а раньше было лучше. Я понимаю, что я не продвигаюсь вперед никуда. Ну, не, в старых роликах бывают хорошие шутки. Ну, они, это, скорее всего, исключение. Ну, да, да. Не найс. Я бы сейчас вообще не радовался ни секунды. Если бы ты вышел с РПГ издания, я бы не сказал, о, найс. А это помнишь? А это помнишь? А это помнишь? Я помню это. Ты прощаешься, как они оперативно все это делаешь? Блядь! Это мы построили уровень? Марин построил уровень? Вот этот конкретно? Или не построил? Да, построил. Там просто редактор карт есть в комплекте с игру, и там легко это делать. Блядь, это была плохая идея! Это была плохая идея! Сука, не видишь? Меня загнали в угол! Помогай мне, блядь, ты жаль, черка! Помогай мне! Я тебе не знаю! Я тебе не знаю! Я тебе не знаю! Я помню, ты мне скинул мемаста для этого момента свой дорисованный. Живодер ебаный. Человек, человек едет? Что с качеством, нахуй? Записал так, охуительное качество, придурок, блядь! Здорово из прошлого, долбоеб, блядь! Что? Я громко крикнул, что ты услышал? Что? Что с тобой? У меня какой-то странный звук за окном. Это твой пердак я слышу, блядь, или что? Ну, возможно. Что? В смысле? Что, блядь? Куда он делся? Какого хуя? В смысле, не было ты чайбанутый, что ли? Чувак ехал сюда на моте. Вот, смотри, 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 смотри. Ну, этого я вижу. Смешно. Он так смеялся. Интонация его голоса. Да, он такой уверенный, крутой, да? Ой, боже, боже. Сол ролик не хочу. Вообще не хочу. А включи какой-то? Нет, нет. Не могу. Ладно, я включу, но я не буду. Я не могу это слушать. Мне будет очень плохо. Наверное, моя собака именно... Я уйду. Можно я выйду из кадра? На, смотри сам. Так, включи. Так, представляет себе пылесос. О, стоять. Оператор научный. Мне от вас нужна процедурочка. Стойте, пожалуйста. Что-то отвалилось. Необходим ремонт. Свяжитесь с квалифицированным инженером. Каким инженером? Я сам все починю. Иначе зачем мне гаечить ключ? Одну минуточку. Все очень легко. Иди нахуй. Я при всем желании. Не могу это слушать. Что я хочу? Я не знаю, старое. Я не хочу уже канджевать. Мне уже плохо. Я смею старые эти ролики. Мне прям боль какая-то. Тебе было достаточно моих видео. Ну, потому что там есть и ты. Да. Пожалуй, так. А? 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 Вот рандомно тыкаю. Вот будет ли? Марко. А, мы тут придумывали себе имена. И вот я хочу тебе запустить тот сам момент, о котором мы говорили. О, да. Мы тут смеялись долго. Что ты сказал? Я вырвался. Столшение, ребят. Вырнусь. Блин, я сейчас. Ты смеялся. Просто уже какая-то суматоха. Я тебя цепанул, блядь. А что, повернись. Да он мирный, нормально. Он виски идет пить. Смотри, смотри, он уходит. Он про... Он меня режет. Блядь. Блин, ну аху, пошел. Кто это? Кто это, блядь? Что это? Кому я порезал? Мама, я там умираю. Кому я порезал? Кто это вообще? Он пришел выпить. Борь. Просто. Это тот чел. Я думал, он ушел. Слушай, как хорошо, что у нашего мозга есть чудесное свойство приукрашивать воспоминания. Я казался таким смешным. Я испортил хорошее воспоминание для себя. Я вижу красивую превьюшку отсюда. Которую мы делали вместе. Я понимаю, почему она красивая, потому что я ее делал. Я тогда ее я делал. Я делал. Не ее я делал, ты доделывал, помогал. Я расположил текст, я расположил текст. Но он очень хуево выглядел. Я сделал красоту. Ты доделывал. Это, кстати, я делал. Короче, давай, для тех, кто не понимает. Короче, я сделал самую важную часть. Это не так. Это Грин Хелл. Нам понравился Грин Хелл. Грибы, ты что, не помнишь? Забыл грибы? Да, это смешной момент. Известный для усилия. Я знаю, что тебе... Знаешь, мне уже нравится. Я здесь уже нормально разговариваю. Тут уже что-то... Тут уже похож на того себя. И ты здесь тоже не такой уеба, как сейчас. Как тогда ты хотел сказать, да? Или нет? Что? Погоди. Не, я правильно сказал? Это же была шутка такая просто. Подумал, что я просто перепутал что-то. Нет, это была такая красивая шутка. Просто заводил. В любой шутке есть доля гнида. В любой гниде есть много шуток. Давай смотреть. Смотри, бля, красный! Кто красный? Красный, блядь, мудила! Какой красный мудила? Ты просто умираешь. Дегенерат. Я почти мертв. Вот еще один. Еще один. Где моя колька? За стороны? Бой с тенью какой-то. Но ты потом понял, что это за аборигены. И впоследствии ты уже сам с ними познакомился, когда словил немножко такого муда негативного. Вот это было мое первое знакомство с ними. Это эпично было, ты бегал в болоте, попей! Все нормально будет! Бессмысленно, блядь! Во, копье! В болоте, говорит, пей, все в порядке. Что ты зажрал? Бежит на меня! Да нет, никого мне поума! Бежит на меня! Дебил! Сука, это стрёмно! Он в лесу, вот он, вот он, бразь! Ну, тебе, блядь! Еще есть, говорят опять. Что ты ел? Мне нет оружия. Все, короче, иди в жопу, я пойду спать. Я тоже. Ралки. У тебя пьяшки, я походу пьяшки. Сейчас сниму пья во все, подожди. Я выброшу все грибы, ну их нахер. А ты хлебы жрал? А что ты жрал? У меня много, а мне целая коллекция. Ебать, что ты жрал? Что за вес? Я буду сейчас, мухоморы. Зачем ты поганки? Собирай, ты че, блядь, грибник, ебаный. Я слышу голоса, ты че, блядь? Ляк, поспи, а. Ляк, всюду голоса. Ляк, ляк, дебил. В голове голоса. Ляк, голоса. Четкий момент. Ну, в принципе, это все, дорогие друзья. Спасибо, что досмотрели этот ролик. Мы хотели просто с вами посидеть, вспомнить былые времена. Естественно, это не конец, мы просто поностальгировали немножко. И хотели все-таки призвать вас подписаться на наши телеграм-каналы, потому что есть страх, вот серьезно, не хочу скрывать, страшно, что YouTube заблокирует, и хотелось бы, чтобы мы не потеряли друг друга, да? Поэтому вступайте в наши группы, ссылочки есть в описании. Я по-прежнему буду выкладывать и на YouTube видео, но если у кого-то будут сложности, в телеграм-канале будут все ссылки на видео, где они тоже есть для вас в открытом доступе. На этом все, еще раз спасибо за просмотр. Мне нужна улыбка в конце. Спасибо. Оптимизм должен быть. За просмотр. Ждите основное видео, оно будет на днях на моем канале. И, наверное, теперь точно все. Да, все. Никакого негатива, все отлично. И уныние. Нету ничего плохого в унынии. Все.